всем привет друзья как вы уже догадались это бак из подстиралки не слышно не слышно ничего опыт я его вот так вот с помощью сверла и шуруповерта просверлил сломал как положено три сверла вот они 23 даже маленькая 4 сверла выломал ну короче сверлами на не стоит это делать если есть у вас лобзик делайте лобзиком у меня нет ну и вот эта заготовка для будущего проекта а бак остался потому что была сломанная стиралка и вот ради этого она была разобрана бездушно и бесщадно как это происходило я не снимал вечер надо было сделать быстро сосед торопился стиралка его была я им плоскогубцы заварил а он мне подарок за это отдал мотор так ну что пробуем отломастер с помощью фомочки вот что то получается есть еще вот такая длинная отвертка хочу ей поддеть вот так зафиксировать а дальше попробовать получилось друзья вот такая получилась заготовка я решил подшипники не вытаскивать подшипники здесь в отличнейшем просто состоянии кстати сам бак от ну вот бак пластмассовый но была еще вставка из нержавеек сосед по гаражам пообещал нас угостить чем-то там копченым подшипники работают просто изумительно друзья ну вот сейчас если слышно не слышно не слышно ничего потому что они просто но изумительные подшипники я поэтому не стал даже думать о том чтобы их отсюда выпрессовывать потому что я понимаю что целотность подшипника может быть нарушена необратимо здесь все шикарно какую я из этого планирую сделать будущую деталь еще я не решил то есть ну да точно что мы ее точим на токарном станке чтобы это было все красиво более то пластмасса вот и заодно и проверим станочек на удар вот да вот этого уровня я обточу то есть когда ребра заканчиваются перестану точить дальше ну а дальше что-то из нее придумаем и сделаем давайте попробуем поработать с этим кусочком внутренняя обойма и вот за нее мы будем зажимать токарном станке ну должно получится неплохо хорошо бы конечно вот это вот все убрать сточить ну вот это вот обшметки эти но времени нет так значит что тут смазывал как бы консервировал надо протереть патрон это он проживеть он чуть-чуть начал если видно я его немножко смазал сейчас просто начнет лететь сейчас проточим а потом еще раз смажем ну что ж нагружаем патрон по замечательно смотрим из зазора надо поставить хорошо ровно вот так отлично так одеваем наш любимый отчетчик не такой расклад не устраивает давайте все таки ставить чтобы было ровно что-то как то вот так может быть его чуть повернуть его как-то мне в реалии непонятно почему-то и хорошо что хочу впервые пластмасса поэтому будем предельно аккуратно и а а а и или нет Неплохо так отбивает. Так, как бы скалывали. Так, давайте еще столько же. Вот я лимбу вот так проворачиваю полностью. С нуля на то и обратно. Вот, это уже пошло. Вот так. Знаете, можно наверно даже эту подачку включить для минимума. Так, 0,07 мм на один оборот. Подачу даю. Скорость такая же остается. Поехали, включаю латочный угар. Гриновано его. Давайте поменьше чуть-чуть. По-моему, то же самое. Чешет, да и чудит. Тоже даже оборота 6500, да? 750 оборота. Ну, пока ничего красивого. Обдирка идет. Так, отводим резец. Вставляем. Сколько? Давайте так же пол. Так, он у меня 3,6. То есть 1,8. 1,6. Вот здесь вот 1,8. Включаем гайку. Поехали. Ох, как красиво. Стоит еще хотят читать. Как, яā лукота и луко consumption. так друзья вот такая вот стружечка получается но интересно все это да вот такая вот поверхность получается пока что ну неплохо и а а а а а а а после очередного уже вот так получается здесь вот я конечно когда сверлил высверливал перебрал маленько и и и и Она вылетает на 2 метра вверх. Вон, смотрите, вся стена. Ну, прикольно, здесь все в ней. Буду убираться долго и нудно. Ну, вот такую как бы мы имеем. Ну, неплохо, неплохо. Так, давайте чистовую. Пусть будет не так быстро. 500 оборотов. И подачу я сделаю в 4 десятки на диаметре. А я думал, что она. Поехали. Главное, туда руками. По кулачку чуть-чуть проснулся, друзья. По кулачку. Ну, я думаю, это было не критично. Ну что же, снимем фасочку. Так, немножко закруглируем ее. Все. Ну, вот это место, это дефект. На гриндер его надо будет тоже протачивать. Если мы хотим вот эту всю баллонку ставить на гриндер. Ну, я еще не знаю, куда я ее поставлю. Возможно, это будет... Вот он, дефект. Возможно, это будет не гриндер, а какой-нибудь куда-то впрессуем. Ну, здесь она вся, вон, прощербленная какая-то. Вот такая проточка получилась. Ну, здесь я никак не сниму. Потому что мне надо бы центроваться за вот эту обойму. Вот такой вот пока ролик. Прям с обоймой, с пластмасской. От вот этой вот спиральной машины. Вон он, бак. Вот она, в разобранном состоянии. Ну, все. Кладем его в копилку всяких роликов. Пока он будет лежать здесь. Пока я не придумал, что с ним дальше делать. Вот такой был сегодня ролик, друзья. Подписываемся на канал. Всем спасибо. Всем пока. А я убирать станок. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok